Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня расскажу вам о моем синяке, моей гематоме. Многие из вас уже видели, я выставлял фотографию. Вот такая красота. Это от широчайшей мышцы, где крепятся сухожилия уже. Что случилось на самом деле, что произошло? Слава Богу, это не отрыв. Это легкий надрыв. Где-то 5 дней прошло. На третий день вышла гематома, вот этот синяк выскочил. Чувствую легкую боль, но тренироваться могу. Естественно, на широчайшей сейчас пока не тренировался. Еще дня-два отдохну, начну потихонечку делать легкие упражнения. Пью Эдвилл. Это такое обезболивающее с ибупрофеном. По 7 таблеток, 8 в сутки. Оно еще и противовоспалительное. Почему это произошло, друзья? И когда и как это случилось? Это случилось, когда я снимал для вас ролик о гравитационных ботинках. Антигравитационных ботинках. И о том, как они полезны и необходимы для того, чтобы растягивать, декомпрессионно воздействовать на поясничный отдел позвоночника. Вы знаете, что у меня грыжи протрузии, что я прошел через это у многих из вас эти проблемы. И если вы будете прислушиваться к тому, что я вам говорю в плане гимнастики, экстензии в начале тренировки, гиперэкстензии в конце, то у вас не будет проблем с этими грыжами, протрузиями и вообще с позвоночником. Так как и у меня сейчас я спокойно снова приседаю и тяну за 200 килограмм, естественно. Как же произошло это? Я уже тренировался, не помню, что я тренировал в тот день, но точно не спину. Так-то в принципе я был в общем-то разогрет. И вы знаете, что гравитационные ботинки используются, когда вы вниз головой повисаете на перекладине. Ботинками, имеющими специальные крепления, мы цепляемся за турник. Что же произошло? Я запрыгнул на турник, естественно, даже не думал подтягиваться. Единственное, что мне нужно было, это зацепиться крюками. И вот в момент, когда я запрыгнул, резко, видать, это произошло, у меня и произошел этот надрыв. Я прям почувствовал, как мышцы, как газета, вот когда вы слышали часто о том, как рвутся грудные мышцы, и у меня была такая ерунда, вы тоже помните, с грудной мышцей на брусьях. То же самое произошло, только более серьезно, сегодня, вот сейчас конкретно. Ничего страшного, просто моим старческим мозгам будет больше опыта, что с моим весом, даже если я не хочу подтягиваться, не нужно запрыгивать на турник, а либо нужно очень хорошо размяться и разогреться. Друзья, на моей глупости вы в очередной раз должны убедиться, насколько важна и необходима нам с вами разминка. Насколько крайне важна разминка. И есть дураки, которые утверждают, что они никогда не разминаются, сразу начинают тренироваться. Со временем может произойти такое. И чем более опытным вы становитесь, чем более сильным вы становитесь, особенно когда весите уже, как я, под 115 килограмм, могут произойти подобные проблемы. Да, действительно, был бы я умнее, был бы я предусмотрительнее, я бы все-таки сделал пару разминочных подходов на блоге. С задним умом я это понимаю. Но произошло то, что произошло. Хорошо, что ничего не оторвалось, хорошо, что я могу тренироваться. Боль, конечно, есть, но не такая уже, как первые пару дней. И восстанавливаюсь, разминаюсь, тренируюсь. Тренировки я не собираюсь прекращать. Наверное, никогда не брошу. И, скорее всего, помру когда-нибудь где-нибудь под штампой. Счастливый и довольный. Не знаю, когда это будет. Надеюсь, что не скоро. Так что, друзья, тренируемся, тренируемся с головой. Всегда очень тщательно подходим к упражнению. Даже, как вы видите, когда мы не собираемся ничего делать, но вдруг решили залезть на турник, поподтягиваться. А часто ведь так бывает, когда ваши друзья где-нибудь, зная, что вы тренируетесь, могут вас, типа, брать на слабо. Где-нибудь на отдыхе, неважно где. Давай, кто больше подтянется, кто больше отожмется. Или, не дай бог, амрестлинг. Все это, друзья, не для нас. Для нас с вами грамотная тренировка составленная. И обязательно, обязательно, очень тщательная разминка. Лучше размяться долго и не тренироваться, чем не размяться и начинать тренировки. Учитесь на моих ошибках. Не забывайте, друзья, приобретать мои книжки отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Где вы узнаете все тонкости, как начинать тренироваться и как продолжать тренироваться. Как грамотно подвести себя к периодизации. Когда нужно переходить на периодизацию. Какие силовые показатели, какие силовые нормативы должны быть вами достигнуты. Как питаться, как восстанавливаться. Шаг за шагом. И поверьте, это совершенно другая методика. Не побоюсь этого слова. В отличие от того, которую вы можете встретить в любом другом источнике. Что самое важное, я вам расскажу о таких вещах, которых никто не рассказывает, но они самые важные. В том числе о фазических и тонических мышцах. Расскажу о рейтинге мышечных групп, о питании через призму инсулина. О том, как девочкам подходить к тренировкам через призму менструального цикла. Это только малое, только того, что вы найдете в этих книжках. Спасибо, друзья, что смотрите мои ролики. Обязательно делитесь ими в своих соцсетях. Не забывайте про статьи. Это лучшая благодарность вам для нашего канала. Это помогает каналу развиваться. Это мотивирует меня делать для вас новые видео. Если у вас есть вопросы, которые вас мучают и требуют ответа, вы нигде не можете их найти. Обязательно пишите ваши вопросы в комментариях на моем YouTube канале. Там я отвечаю на все абсолютно вопросы. Если, дай бог, только не пропущу случайно какой-то. Спасибо, друзья, за то, что развиваетесь вместе со мной. За то, что мотивируете меня продолжать развиваться, не стоять на месте, изучать новые и новые материалы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Опа! 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 Опа!